Наш мир стремительно меняется. Раньше для того, чтобы связаться с человеком, нужно было писать письмо, отправлять гонца, посыльного лишь голубиной почтой, ждать несколько дней, недель, иногда даже месяцев. И по факту то, что написал тебе человек, было прошлым. Сейчас же мы живем онлайн. Онлайн сейчас все. Обучение, деловые встречи, собеседование, кинотеатры, общение, обещания, люди, жизнь. Но помните, еще приблизительно 60 лет назад, когда стали появляться только первые мощные компьютеры, ученые сего мира мечтали о том, чтобы все знания, накопленные человечеством, были доступны человеку прямо из его дома. Любая библиотека, любой исторический труд, любые архивные данные, любая литература для исследования или же художественного чтения, все это будет доступно прямо из твоей квартиры. Так рассуждали они. Откуда же была такая большая тяга к знаниям? Я не возьмусь говорить сейчас за все человечество, однако попробую проследить рождение этой тенденции через историю нашей страны. За последние лет 150. Хотя нет, если быть точнее, 159. Именно столько лет назад было отменено крепостное право в Российской империи. И казалось бы, вот она свобода. Помещики уже не давлеют над крестьянами и можно начинать новую жизнь. Но нет, страна не зацвела пышным цветом. Безграмотный мужик, который не видел ничего, кроме сахи родной избы и своей семьи, не знал, куда ему податься с этой вновь обретенной свободой. По переписи населения 1897 года грамотными значились 65% населения. Однако и та грамотность была довольно относительной. Грамотным считался тот человек, который мог написать свое имя. Согласитесь, ну такая себе грамотность по современным меркам. Многое в этой ситуации изменил приход советской власти. Одним из первых декретов, который приняли большевики, был декрет о ликвидации общей безграмотности 1919 года. Всем известная аббревиатура Ликбез. И народ ответил взаимностью. Изучая статистику, исторические документы, мемуары, воспоминания, дневниковые записи тех лет, я видел тягу вчерашнего безграмотного крестьянина к знаниям. Народ всеми силами пытался нагнать упущенное. Еще в 1920 году перепись показала, что около 60% жителей только советской России не умели читать. Накануне гитлеровского вторжения число студентов в СССР составляло 812 тысяч человек, что в 8 раз больше по сравнению с 1913 годом. Число учащихся среднеспециальных заведений 975 тысяч человек, что в 175 раз больше, чем в 1913 году. Для распространения научных знаний повсеместно создавались дома пионеров и кружки при школах, вузах, заводах и фабриках. На всех предприятиях были сформированы общедоступные библиотеки. Началось массовое издание научно-популярных журналов. Советский Союз создал социальную моду на технологический прогресс. Подростки 1930-х годов буквально бредили авиации научным освоением Полярного Севера, что, на мой скромный взгляд, выросло в разведку и в наших непростых краях. Конструирование всевозможных аппаратов в диапазоне от радио до космических ракет. На Горьковском автозаводе работало несколько кружков. И самым популярным был кружок популяризации науки. Приблизительно в это же время Антон Семенович Макаренко уже описывает свои педагогические принципы, которые были признавались в мире. И благодаря им он, согласно позиции ЮНЕСКО, ходит в четверку педагогов, определивших способ педагогического мышления в 20 веке. Этот исторический и педагогический опыт показал, что люди, не имеющие доступ к образованию, с жадностью впиваются в возможность получить его. История нашей страны показала, что за очень короткий период, менее двух поколений, имея правильный подход и создавая правильную моду, моду на знания, можно воспитать в людях любовь и тягу к самообразованию. Теперь перенесемся в наше время. Мечты ученых сбылись, и мы имеем доступ ко всем знаниям мира уже не из квартиры, а из кармана. И люди с меньшими числительными мощностями запустили человека в космос. А что же делаем мы? В лучшем случае смотрим образовательный контент, читаем книги. Так делаю я. Не зря древняя мудрость гласит, запретный плод сладок. Мы же пересыщены информацией. Стоит подключить на рабочий стол новостной виджет, и на вас начнет сыпаться столько текучки, что придется отложить все дела, сесть дома и читать. Умы, создающие современные образовательные тенденции, вещают нам с больших трибун о том, что сейчас ничего не надо запоминать, сейчас везде есть интернет. Можно открыть браузер и посмотреть то, что тебе нужно. Ну да, можно посмотреть. И мы то тут, то там видим гневные посты в социальных сетях о том, что врачи гуглят болезни по симптомам строителей, проектирующих наши дома, и которые не знают, как рассчитать важные несущие конструкции без онлайн-калькулятора, а самое главное, не понимают, как это делать без него, министра культуры, который называет писателя Довлатова писателем 19 века. Я могу долго перечислять. И на всем этом фоне мы постоянно слышим, что дети вечно торчат в телефонах, что им ничего не интересно, они даже книжек не читают. Ну, подождите. Давайте честно ответим сами себе на вопрос. Кто из смотрящей это видео аудитории хотя бы несколько часов в неделю уделяет самообразованию? Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто прочитал за последний год хотя бы 2-3 книги. Мне действительно интересно. А еще напишите, какие это были книги. Да и в целом, давайте посмотрим, а что такое 3 книги в рамках одного года? Это одна книга за 4 месяца, 122 дня, или же 510 страниц при условии прочтения хотя бы 5 страниц в день. Согласитесь, смешная цифра. Ваши дети по школьной программе должны читать гораздо больше. Захар Прилепин в своей передаче «Уроки русского», на мой взгляд, очень хорошо сказал следующее. Ребенок, еще ползающий по полу, должен видеть эти книжки, тащить их с полки, грызть их. Потом он научится рассматривать картинки, заинтересует. Читать ребенку надо не с 5 лет, конечно, и тем более не с 6. А с того возраста, когда сам он еще говорить не умеет и только-только начинает что-то понимать. И вот он лежит с папой или с мамой, и ему читают, ходит целенький волчок, хочет Ваню забирать. И Ваня в ужасе смотрит на папу или на маму, что вы мне отдадите, а папа или мама указывает на книжку. А в книжке написано, хочет Ваню забирать, мы не будем отдавать. И у ребенка на подсознании навсегда остается пометка, книжка – это спасение. Там сказано, что волчонок его не заберет. От себя лишь хочу добавить, что ребенок должен видеть постоянно вас с книгой. И только тогда он поймет, что книга – это тоже член семьи и хороший друг, у которого можно узнать очень много полезного, важного и интересного. Я работаю с детьми в возрасте от 10 до 15 лет и веду такое направление, как блог. Это такое направление, где люди рассказывают о своих переживаниях, событиях жизни, о том, что у них происходит. Уже третий год я сталкиваюсь с тем, что дети не умеют говорить в самом глобальном смысле этого слова. И это беспокоит меня до глубины души. Тут можно было бы сослаться на малый возраст, однако только у 20% ребят я вижу тягу к знаниям. Желание изучать что-то новое, вгрызаться, понимать суть. Большинство, когда слышат модное слово «блог», приходит снимать свои летсплеи. То, как они играют в игрушки на телефоне. И когда для первого видео просишь его поведать о своих увлечениях и о том, чем ты занимаешься, лишь немногие могут сесть и вот так в свободной речи просто рассказать. И уж совсем единицы могут сесть и написать связанный сценарий. И я уж не стану грузить вас подробной информацией о том, что современное поколение практически не умеет искать, анализировать, интерпретировать, пропускать через себя информацию. Это глобальная проблема всего растущего поколения. И вот, казалось бы, я нагнал жути и... Но нет. Я твердо знаю, что это не вина детей. Они лишь продукт того воспитания и той среды, в которых растут. Если создать правильную социальную моду, то ребенок будет расти в ее контексте. И опыт прошлых лет наглядно это показал. Его нельзя отрицать. И такие сложные, казалось бы, далекие для современного поколения темы, как, например, Великая Отечественная война, вызывают искренний интерес у ребят, если правильно преподнести им информацию. Проводя с ребятами беседы, я понял, что их знания об этих страшных, тяжелых, героических событиях носят в большинстве своем шаблонный характер. Они знают, что на нас напали и какие-то немцы, что мы их победили, и что 9 мая – это тот день, когда все про это вспоминают. У них нет того трепета, который есть, например, у поколения моей мамы. Этого трепета нет уже и у моего поколения. Однако здесь нужно рассказывать и показывать ребятам примеры. И возраст почемучки делает свое дело. В январе я организовал экскурсию в наш городской музей «Линия фронта». Это небольшой музей, который находится на первом этаже жилого здания, в котором члены поискового клуба «Долг» воссоздали окопы, жилое помещение и даже здесь есть экспозиция, где стоит огромная 45-миллилитровая пушка. Вообще, в целом, это место, где сосредоточено очень много человеческого труда, кропотливого, тяжелого труда. И вы бы видели интерес детей? Эта маленькая армия почемучек расспросила практически обо всем. О зубных щетках, о вилках, ложках. И вы даже не представляете, какой бурный интерес вызвало наличие огромной пушки практически в квартире. Поход в музей я организовал для того, чтобы ребята хотя бы немного прониклись тем бытом, который окружал наших предков в то непростое время. Чтобы они поняли, что война – это не приключение из компьютерных игр, а это очень тяжелые, страшные, кровопролитные события. Я посчитал важным сделать это еще и потому, что в 2018 году мы с ребятами запустили акцию «Влог Бессмертный полк». В этом году ребята продолжат ее и будут готовить ролики о своих родных, которые застали события Великой Отечественной войны. Когда рассказываешь им о том, что ребята не намного старше их для того, чтобы защитить свою семью, своих родных и близких, родину, шли на войну, вступали в партизанские отряды, очень часто попадали в плен и погибали там. И вот после таких бесед, встреч, экскурсий у них появляется желание изучать. Они уже совершенно по-другому подходят к созданию вот этих памятных роликов. Читая о подвигах своих прабабушек, прадедушек, из наградных документов, из архивных данных, они понимают, какой ценой досталась эта победа. И что 9 мая – это не просто праздник, когда мы победили, а это день Великой Победы. Великой Победы Великого Советского Народа. Эти же почемучки охотно берут и книги, которые я приношу из дома и раскладываю на своем рабочем столе. Самые любопытные, проходя мимо стола и видя стопки книг, спрашивают, а что же это за книги? И я увлеченно начинаю им рассказывать про того же «Не знайку на луне», Томаса Сойера или серию книг «Неразгаданные тайны», которые зачитывался сам в детстве. И вот уже почти вся группа стоит перед столом, и некоторые спрашивают, а можно взять почитать? Я говорю, ну конечно же можно, берите, читайте. И дети начинают разбирать книги. И те, кому не было интересно, кто остался на своих местах, уже из принципа, так, стоп, все что-то берут, но надо и мне взять, а то вдруг не достанется. Подходят, берут книги, потом начинают потихоньку читать, и вовлекаются. Они обмениваются книгами, у них появляются новые темы для общения, и вот через такую коммуникацию у них появляются и новые темы для их роликов. Весь этот рассказ я вел для того, чтобы донести свое небольшое послание педагогам, и я думаю, что ни разу не ошибусь еще и родителям. Самое важное – это воспитать в ребенке любовь к знаниям, взрастить в нем желание постоянно изучать что-то новое. Но при этом важно помнить, пока ты сам не являешься для него примером, ты не имеешь права что-то от него требовать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова